Добрый день! Как туда попасть? Сейчас об этом с вами тоже поговорим. Расскажите, как пришла эта идея? На самом деле мы не первопроходцы в этом направлении. Может быть на территории Магаданской области мы будем первыми. И надеюсь не последними, потому что это очень нужное дело. На территории России давно при различных учреждениях и при государственных, при негосударственном и в частном партнерстве с государством такие школы, школы ухода, школы помощников, они организованы. Они направлены, да, в первую очередь для тех родственников, которые попали в ситуацию, когда появился тяжело больной член семьи. Тяжело больной, либо это престарелый гражданин, который страдает таким известным заболеванием, как деменция, от которой, к сожалению, нет лечения, но ее возможно притормозить или приспособить свою жизнь, жизнь больного человека, сделать более комфортной, приспособить к сегодняшним реалям. Поэтому, так как нам очень часто обращаются граждане просто за консультацией о том, что нам делать, то есть первая очередь это шок, заболел родственник, заболел тяжело, к примеру, либо поразил его инсульт, это мгновенное дело, сегодня он пел, танцевал, там ходил по огороду, собирал урожай, и какая-то доля секунды человек становится лежачим. Что с этим делать не знает никто, потому что никто никогда не прогнозирует себе такие вещи. Стресс у человека шок, родственники не знают, что делать, первое, что приходит на ум, все это дом-интернат. Поэтому, наверное, все спрашивают, звонят, пишут, приходят, интересуются у нас, что нам дальше делать, как нам оформить. Мы же понимаем с вами, что проживание в домашних условиях, дома стены лечат, это более комфортное проживание, и родственники боятся, и правильно боятся, то есть не надо отдавать в дом-интернат сразу решать так кардинально вопросы, а что с этим делать не знают. И мы решили взять на себя вот такую вот роль информатора, что можно и нужно проживать с родственниками вместе в квартире. Это не страшно на самом деле, что можно все придумать, приспособить и сделать. Поэтому в состав вопросов, которые будет освещать эта школа, ну это красиво такое название, школа ухода, на самом деле это, ну больше, наверное, информирование людей, родственников о том, что делать, как быть, где что можно почерпнуть, какие знания, куда нужно обращаться и куда можно обращаться. Наши занятия мы планируем проводить по блокам. Один из блоков, это будет психологический блок, в котором расскажут о изменениях возрастных, изменениях, связанных с болезнью, именно психики человека. Возрастного ли человека, невозрастного, какой он до этого вел образ жизни, что можно ожидать в поведении такого человека. И рассмотрим вопросы физиологии, связанные с психологическими процессами у людей возрастных, проведем личные консультации практикующего нашего психолога, который у нас в штате учреждения, ответим на интересующиеся вопросы. Так как школа только начинает работать, мы, конечно, будем ориентированы на тех людей, которые придут первые. Они будут задавать вопросы, на основе этих вопросов к концу занятий в этой школе будет сформирован блок, что им интересно еще услышать. Мы им все расскажем, мы все ответим, на что мы можем ответить, либо перенаправим, либо пригласим специалистов, которые помогут разобраться в их вопросах. Что мы учтем, естественно, в последующих занятиях такой школы. Один еще из интересных блоков, я считаю, это юридические вопросы. Мы не всегда готовы к изменениям в своей жизни чисто юридически. Что делать, если мне выписали коляску? Вот написано, у инвалида коляска, что делать? Ну, как бы, я работаю в этой сфере, я знаю, что делать. А кто с этим сталкивается впервые, куда бежать? Бежать в магазин ее пореобретать? Или там какие-то специальные службы? Или что делать? А что делать до того момента, пока, допустим, мне ее не дадут? Вот, мы попробуем ответить, расскажем про эти вопросы. При необходимости, я думаю, нам не откажут, мы еще не связывались, но думаю, не откажут специализированные организации, такие как Фонд социального страхования, прийти, выступить в такой школе, если будет такая необходимость, либо предоставить материал. Вот, но так как мы, социальные учреждения, мы сталкиваемся, мы работаем с этой инстанцией, мы знаем и часы приема, и все, мы готовы осветить и рассказать это большему количеству людей, чтобы у людей снимались вопросы, дать представить телефоны этих организаций и служб. Один немаловажный блок, это блок ухода за лежачим больным, либо лицом престарелого возраста, в котором мы расскажем, какие бывают средства ухода, какие бывают средства реабилитации, да, там, что существует, например, уже придумано людьми, очень интересные вещи, как скользящие простыни, как пояса для подъема лежачего человека, чтобы облегчить и ему, и себе, чтобы не надрывать себе спину. Существуют определенные приемы, как правильно посадить человека, как правильно спустить ноги, как правильно подать пищу, как правильно подать стакан с воды в паильник. Я думаю, это будет интересно в первую очередь тем, кто столкнулся с этим вот сейчас. Мы приглашаем также в свою школу не только людей, которые будут ухаживать, но и те, которые уже ухаживают давно. Они могут быть экспертами в этой области. Поделиться практикой. Конечно, да. То есть многие люди говорят, мы там ухаживаем уже 10 лет, мы уже все знаем. Придите к нам, помогите нам, поделитесь с нами этой информацией. Я думаю, что не только нам, но и тем, кто придет в первый раз, будет интересно услышать об опыте жизни 10, 8, 5 лет, тогда, когда у тебя проживает такой тяжелый родственник, человек. И, соответственно, мы проведем экскурсию по нашему учреждению. Каждой группе, которая будет приходить на занятия, мы будем проводить такую экскурсию. Не потому, что мы хотим чем-то похвастаться. У нас есть чем похвастаться. Мы в первую очередь хотим, наверное, рассказать, что дома лучше в любом случае. Независимо от количества ухаживающего персонала в учреждении, независимо от проводимых мероприятий, которые мы очень часто с помощью вашего канала показываем, рассказываем жителям города Магадана. Но дома в любом случае лучше. Поэтому мы нацелены на то, чтобы, как бы это каламбуром ни случалось, чтобы к нам приходило как можно меньше людей, чтобы они оставались дома и в более приятных и комфортных для них условиях. И действительно такие люди больше и лучше реабилитируются, чем попадают в социальные учреждения, потому что это родные стены, потому что это родственники, это любовь, это уход. Поэтому сама школа будет состоять из пяти занятий, из больших. Занятия будут проводиться в удобное для посещающих время. На сегодняшний момент у нас записалось уже пять человек, с которыми мы еще предварительно переговорим, чтобы сформировать группу в удобное для них время. Впоследствии каждый человек, заканчивая обучение в нашей школе, будет получать тот материал, который был на уроках, будем так говорить. Это будет и видеоматериал, это будет какой-то информационный бумажный материал. Мы будем ориентированы на то, какими средствами, техниками в первую очередь владеют эти люди, которые пришли, потому что люди могут быть разного возраста. Кто владеет информационными технологиями, мы там выдадим диск. Кто не владеет, это будут бумажные носители. В последующем мы планируем открыть канал на YouTube для того, чтобы, раз у нас большая область, у нас не везде доступно приехать к нам, не везде есть в хорошей степени интернет, поэтому мы сделаем, конечно, YouTube-канал, но я думаю, что мы будем ориентированы еще, если у нас будут запросы по направлению вот таких обзоров, видео в наши поселки Магаданской области, мы, думаю, будем работать через социальные центры. Ну, пока тоже с ними еще не разговаривали, для них это будет сюрприз, то есть, что люди смогут обращаться, мы сможем отправлять им такой материал. Конечно, вживую это лучше и интереснее. В последующем, я так понимаю, что, по словам Министерства труда и социальной политики нашей области, мы получили одобрение губернатора на приобретение необходимых материалов инвентаря, чтобы более наглядно показывать вещи, связанные с уходом. Еще один большой блок будет, это как приспособить среду обитания вот в наших обыкновенных квартирах, там, хрущевках, ленинградках и так далее. То есть, как создать комфортные условия. Ну, к примеру, что за, кажется, за родственниками можно наблюдать, да, посредством определенных технологий, когда ты отсутствуешь дома. Какой столик лучше для какого вида заболевания или какой матрас можно использовать. При, допустим, есть матрасы, которые надуваются, есть матрасы, которые противопролежные, без надувания, то есть, мы рассмотрим и такие моменты, такие, ну, очень узконаправленные. Мы стараемся, будем стараться формировать группы все-таки по виду недомогания родственника, который нуждается в уходе, да, то ли это совсем просто престарелый человек, которого нельзя дома, или там оставляешь дома кратковременно и переживаешь за него, либо это человек после инсульта, либо это человек вот, ну, после травмы или так далее. Пока у нас вот первая группа, которая набралась, ну, это будет первопроходство, тоже так же вместе с нами, мы будем надеяться, что они поймут, что, наверное, не все у нас сразу получится, вот. Ну, я рада, что отклик пошел, что люди интересуются этой темой. Как пришла идея создать? Ну, вот помимо того, что в России такое уже есть, это положительные примеры. Я очень благодарна, опять же, своему коллективу, потому что инициатива только ихняя. Они готовы, то есть те сотрудники, которые будут участвовать в этой школе, которые пожертвуют своим временем после работы, сделать это, выступить, подготовиться, показать, рассказать, поделиться опытом. Что мне нравится в моем коллективе, это та отзывчивость, то есть они с воодушевлением восприняли это, они сказали, да, людям надо помогать, мы готовы, мы хотим, мы будем. Когда начнутся занятия? Мы планируем 15 ноября открыть первую группу, но это не значит, что пока мы не проведем все 5 занятий, с этой группой не наберется вторая. Мы будем смотреть, как будет набираться вторая группа. В начале программы уже без моих вопросов вы начали приоткрывать какие-то моменты с уроков, и вот один из самых важных моментов, которые люди, может быть, даже не до конца понимают, почему это происходит с их родственниками, это возрастные изменения. Очень часто бывает так, что в семье начинаются какие-то недопонимания, вроде бы вообще бывают отклики, что мама или папа, или дедушка, бабушка начинают чуть ли не ненавидеть всех вокруг. Как вы будете объяснять людям вообще, почему это происходит? Вот поэтому у нас в первом блоке всегда, вот мы планировали, именно психология, возрастная психология. Ведь все, что вы перечислили, не обязательно связано с характером, не обязательно связано с тем, что вдруг человек неожиданно обиделся на всех, позненавидел, мы можем перечислить по пальцам. Я думаю, что каждый с этим сталкивался в своей жизни у бабушки, или у дедушки, или у мамы, или у папы. Подозрительность. Наверное, ты меня, дочь, перестала любить. Почему ты мне так редко звонишь, хотя ты знаешь, что ты звонил с утра. Вот ты мне не все рассказываешь. Наверное, тебя интересует, когда я умру и оставлю тебе квартиру. Я думаю, что все сталкивались с такими вопросами. Или там, допустим, что-то у нас как бы есть нечего. И начинает человек запасаться, складывать себе там хлеб или еще что-то. То есть изменяется его какое-то поведение, которое мы воспринимаем как именно агрессию на нас. Не нравится наше поведение, не нравится, как отвечают внуки, вот молодежь нынче не та и так далее, и так далее, и так далее. Это все связано с возрастными изменениями. И вот мы будем рассматривать, почему это происходит. Что это надо принять в первую очередь человеку, вот нам с вами, которые проживаем. Как это сделать? Как это принять? Есть масса психологических приемов. Мы должны разделить, что болезнь – это не изменение характера. Болезнь меняет характер, но это делает человек неосознанно, не специально. Его нужно воспринять вот сейчас так. Есть, существует масса приемов, как отвлечь от этого. Не все сгладится, нет, невозможно все убрать. Есть масса приемов, которых мы расскажем в школе. Как это сгладить? Чем занять такого человека, чтобы он не названивал каждые 15 минут, что у меня там случилось то, отвалилась ручка, заболела нога, у меня, наверное, давление, приедь ко мне срочно, ты меня не любишь, я никому не нужна, я вот сейчас лягу здесь, умру, и вы все сиротами останетесь. То есть это нормальное поведение в определенных моментах болезни, либо связанными изменениями психикой человека в возрасте. Для этого существует определенный компромисс, то есть ряд психологических приемов со стороны как родственника, воздействия на такое лицо, так и занятие его какой-либо деятельностью. Существует много, масса таких вещей. То есть человек в любом возрасте хочет быть нужным. Его нужность, она и определяет его круг работы на дому, будем так говорить. Бабушка, которая хочет участвовать в семейной жизни своих внуков, допустим, проживают все вместе, три поколения, бабушка что делает? Предлагает покушать, сходить там за ребенком, проверить уроки. Нам кажется, как навязчиво это все. Да не надо мне ничего. То есть я включу посудомойку, она помоет. Отойди, мама. Я же для тебя стараюсь, чтобы ты не уставала. А маме хочется быть очень нужной этой семье. Значит, нужно придумать те моменты в конкретной семье взятых, которые будут полезны как самой бабушке, так и вам, чтобы это не было в пустую потраченное время. Например, связать свитер. Конечно. Например, поучаствовать в акции, навязать кучу носков. Да, вы потратите, возможно, какие-то финансы, приобретая пряжу для своей мамы, которая будет вязать эти носки. И потом она будет знать, что их отвезли, допустим, к нам в дом интерната. Мы раздадим это людям. Это полезное дело, которое займет ее определенный сегмент времени. Отвлечет от тех вещей, которые вы уже сами самостоятельно делаете, которые не нужна уже маме на помощь. Вы о ней заботитесь. Действительно, чтобы она не стояла, не мочила руки, вы купили посудомойку, облегчили жизнь маме, но высвободили ей время, которое ей некуда деть. И таких примеров масса, то есть таких возможностей масса. Люди глубоко, например, находящиеся в деменции, когда поведение уже сильно очень изменилось. Элементарный пример. Давайте начистим серебро к Новому году. То есть выдается много ложек, много вилок, еще чего-то, салфетка и так далее, и человек занят. То есть, опять же, это все сугубо индивидуально. Почему мы планируем группы небольшие, до 8 человек, для того, чтобы мы смогли рассмотреть вопросы в каждом конкретном случае. Мы не медики, мы не будем учить медицинским и пропагандировать какие-то медицинские вещи. Для этого есть врачи, которые обслуживают на участке, которые приходят к таким людям, родственники могут к ним прийти. Мы будем рассказывать именно уходовые вещи, то есть как ухаживать, как создать среду, как помочь в какой-то части психологически. Мы будем рады, если, допустим, на нас выйдут практикующие психологи города, которые согласятся, ну пусть по одному занятию для каждой группы провести. Для нас это будет очень ценно. Да, у нас есть свой психолог, который эти вещи тоже знает и будет рассказывать и показывать, но еще какое-то чье-то мнение, подкрепление мы никогда не откажемся. Причем психологическая помощь – это особенный такой аспект, ведь в психологической помощи нуждаются не только те, кто попал в эту ситуацию, но и те, кто ухаживает за этими людьми. Потому что очень часто бывает так, что даже дети к собственным родителям как-то не знают даже, как относиться. Они пугаются того, что происходит. Вот эти изменения влияют на их собственную жизнь. И на этих уроках будут не только обучать тому, как ухаживать за людьми, но и тому, как самим преодолеть вот это состояние. Конечно, мы планируем как групповые занятия в этом направлении. Мы в своей рекламе написали о том, что психологическая разгрузка, так и индивидуальная работа непосредственно с людьми ухаживающими. Почему опять же еще такая небольшая группа? Мы надеемся, ну мы планируем по крайней мере так, что люди, которые будут находиться на занятиях определенное время, они будут общаться между собой. То есть мы будем проводить это в виде круглого стола все-таки это занятие. То есть когда люди друг напротив друга смотрят друг другу в глаза, могут поделиться своими какими-то вещами, которые, допустим, вот в их семье у них получилось вот так вот. Вот в этой семье они смогли преодолеть такую-то любую трудность, неважно, связанную с уходом, с психологией, с поведением, с какими-то службами или еще что-то. Вот они решили этот вопрос вот так вот. То есть обмен вот такими мнениями. Возможно, в последующем обмен телефонами для того, чтобы люди могли просто поговорить о том. То есть я говорила в сюжете о том, что никто не пойдет на улицу рассказывать, что у меня, вы знаете, а у меня вот это. А поговорить-то хочется всем об этом. Именно об этом. И психолог не каждому по карману платный, что я сейчас заплачу, и меня вот выслушают, что у меня вот каждый день, как день сурка, пришла, помыла, убрала, приготовила, накормила, спать легла. И поэтому вот такое общение межчеловечное внутри такой группы, возможно, оно тоже будет являться хорошим поводом поговорить. Поговорить о том, что беспокоит. Мы люди, существа социальные, нам нужен разговор. Нам нужно, чтобы, как говорится, беда разделилась на много частей, чтобы нас много людей выслушали. Возможно, это будет вот такой вот психологической еще одной отдушиной. Мы на это очень надеемся, и надеемся, что в этом плане у нас тоже все получится. И ведь даже до того, как пришла идея организовать эту школу, к вам приходили люди, которые ухаживают за тяжелобольными или за престарелыми родственниками. Как вы их поддерживали? Вот в этой связи, наверное, все-таки ваш психолог работал чаще всего. Ну, как бы люди стесняются. Вы правильно сказали, что люди пугаются. Это не бета-стресс. В стрессовой ситуации человек каждый ведет себя по-разному. И это не зависит от того, хороший человек или плохой. Вот так у него работают внутри психические процессы. Кто-то, ну, элементарно, да, то есть вот возьмем ребенка, да, чтобы абстрагироваться. Если мы уроним что-то тяжелое, да, один вздрогнет, другой вскрикнет, третий убежит, четвертый встанет и будет стоять без всяких каких-то проявлений эмоций. А пятый поднимет. Да, пятый, да, побежит интересоваться, что же там упало. То есть точно так же ведут себя и взрослые люди, когда на них падает вот диагноз. Упал диагноз, случилось что-то. Они, кто-то готов, собран, собрался, взял себя в руки. У него так работает психика. Кто-то паникует и начинает метаться, не зная, что делать. Кто-то отторгает ситуацию полностью. Не мое, я не буду этим заниматься. Возьмите там брат, сестра, мама, папа, государство. Не я, я в домике, все. Я боюсь этой ситуации. Вот поэтому, конечно, люди приходят к нам вот, ну, не часто так прям, что приходят. Люди действительно спрашивают, что делать. Ну, кто может ответить на эти вопросы, тот отвечает, психолог ли это, специалист ли по социальной работе. Я ли непосредственно, когда люди обращаются ко мне, мы пытаемся хотя бы, пытались хотя бы вот направить. Подсказать, куда обратиться. Что есть вот, мы не одни такие, что сразу дом-интернат. Есть еще, допустим, центр социального обслуживания. Да, там прекрасные социальные работники, там есть служба реагирования быстрого. Можно просто прийти, получить консультацию. Там, я думаю, не откажут и не отказывают они никому. Вот, когда люди приходят и говорят, где нам взять инвалидную коляску, пока мы ее не получили. Вот, никто не знает, что есть обменный фонд. Вернее, как, информация идет, она подается в средствах массовой информации, в газетах, на сайтах. Ну, нам это не надо, пока у нас этого нет. Они же не воспринимают, пока них не коснется. Конечно. Зачем мне, допустим, дачный насос, если у меня нет дачи? Я никогда не буду смотреть эту рекламу, потому что у меня еще нет дачи. К сожалению, дачу можно постепенно, да, купить и начинать покупать дачный насос. А болезнь приходит неожиданно. И мы не готовы, информационно не готовы к этому. Вот, хочу сказать, что в школу вот к нам сейчас записался человек, который не имеет больного родственника. Но у него есть предстарелые родственники, которые, возможно, столкнутся с такой ситуацией. Человек предвосхищает события. То есть он хочет посмотреть, послушать, чтобы хотя бы знать наметки, куда и как действовать, когда если что-то вдруг... Хорошо, если ничего не случится. Вот, но если вдруг он будет готов. Возможно, это правильная позиция. Это, кстати, из молодежи. Да, вот, там действительно очень молодые люди, которые вот звонили, то есть записались. Вот так вот люди готовятся. И, наверное, это правильно. Ну и самый главный вопрос, как записаться, куда идти, куда звонить? Можно прийти непосредственно в дом-интернат, но это отдаленный район, поэтому думаю, что это не очень удобно будет. Записаться можно по телефону 637-440. Это наша приемная. Секретарь вас спросит, как обратиться, обращаться к тому звонившему, какие дни удобны для занятий, сколько раз в неделю удобно. Ну и контактные данные. После чего, так как пока, ну будем так говорить, организатором, куратором являюсь я, я перезвоню этим людям, которые записываются. И мы согласуем уже более конкретное время посещения и день посещения. По данному указанному телефону можно звонить с 8 утра до 16 часов, с 12 до часу обеденный перерыв. Это пятидневка, то есть понедельник и по пятницу. По сотовому телефону 8 924 691 3637 можно звонить после 16 часов до 21 часа ежедневно, без выходных и без перерывов в этот период времени. Мы записываем, назначаем дату первого занятия. И от первого занятия уже дальше начинаем действовать. Спасибо вам за эту идею. Я думаю, что многие сейчас, посмотрев эту программу и слышав о том, что даже те, у кого нет этой ситуации жизненной, но ее можно как-то предугадать и быть готовым к тому, что произойдет. И я думаю, что многие к вам запишутся. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях была директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Нина Никифорова. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго. Открой новые возможности от «Мир Антенн». Высокоскоростной интернет. Цифровое кабельное телевидение. Видеонаблюдение. И городская телефония. «Мир Антенн». Все лучшее для людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин